Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня я вместе с вами попытаюсь сделать довольно трендовый макияж в одном цвете. А также поговорить о новой технике в макияже, которая называется дрейпинг. Это, кстати, двоюродный брат контуринга и струбинга, если что. Как вы думаете, какой цвет макияжа я сегодня выберу? Я думаю, вы недолго будете указывать, потому что это будет розовый. Макияж в одном цвете выглядит очень гармонично, если правильно подобрать тон и теплоту цвета. Я думаю, вы видели мое видео о цветотипах внешности и уже даже определили свой. Это вам очень сильно поможет при выборе правильного цвета. Я холодного цветотипа, а это означает, что и розовый цвет у меня будет холодный. В качестве подложки для такого макияжа нам нужно, чтобы тон лица был идеально ровным и матовым. Я уже нанесла базу под тени с розовым пигментом, а также закрепила ее с помощью транспарентной прозрачной пудры. Чтобы сохранить ваше время, я уже оформила брови и мы медленно и плавно переходим к макияжу глаз. И для макияжа в розовом цвете я возьму не тени для век, а румяна. Как раз они правильного холодного оттенка и матовые, то что нужно. Набираю их на пушистую кисть, убираю остатки сразу и начинаю наносить чуть выше складки верхнего века. Топчусь на месте, рисую эллипс. Полностью не прорисовываю складку, только на внешнем уголке. У меня нависшая века, а это немножко сложнее, но в целом я попробую передать характер такого макияжа. Повторяем рисунок на втором глазике. Когда прорисовываете складку, всегда смотрите вперед. Не опускайте взгляд вниз и не поднимайтесь слишком высоко. Так как у нас уже припудренная база, румяна растушевается очень быстро и долго заморачиваться с ними не придется. Дальше я возьму коричневую подводку. У меня, кстати, она гелевая, можно взять тени и начинаю прорисовать межресничную зону. Не особо старайтесь, потому что наша цель лишь немножко обрисовать контур глаза. Так как мы не выводим подводку в стрелки, сейчас форма глаз кажется намного круглее. Теперь я беру тушь для ресниц и прорисовываю реснички всего в несколько слоев. Не забываем, что это считается натуральным типом макияжа, поэтому здесь должно быть все воздушно и невесомо. Лишь немножко подчеркиваем. Под софтбоксами у меня начинает немножко блестеть лицо, нам нужно все матовое, поэтому припудриваем. Самое время поговорить о дрейпинге. Это не совсем новая техника в макияже, а скорее хорошо забытая старая. Потому что мода на дрейпинг появилась еще в 70-х годах, когда еще Мадонна и Шер там тусили. Если говорить в двух словах, это контурирование с помощью двух оттенков румян. На самом деле вспомнил об этой технике Марк Джейкобс, когда запускал свою новую линейку румян. Чувствуете, по-моему, запах маркетинга, нет? Соответственно, все, что вам понадобится для дрейпинга, это два оттенка румян. Один более темный и второй классический розовый. Это те румяна, которым вы обычно выделяете яблочки-щечек. В качестве темного и светлого оттенка я нашла вот такие вот варианты в палетке BH Cosmetics. Темный оттенок мы набираем на скошенную кисть и размещаем кисть на то место, где обычно мы рисуем себе скулы. Где-то здесь. Сейчас двигаемся эллипсом и как бы поднимаем рисунок немножко вверх, растушевываем. По сути, это обычный контуринг темными румянами. Ну что ж, скулы у меня уже появились, хоть и красные. Теперь берем розовый оттенок, которым мы рисовали себе глаза. Набираю уже на круглую кисточку и наношу на яблочки-щечек, растушевывая вверх, как будто над вот этой линией контура. Здесь не стесняемся, можем поинтенсивнее добавить. Сейчас я явно переборщила, поэтому взяла чистую кисточку и начинаю растушевывать этих два оттенка, двигаясь как будто вверх к вискам. В общем-то, в 70-е словосочетание переборщить с румяными, мне кажется, не существовало. В общем-то, это и все, что касается дрейпинга. Иногда еще добавляют хайлайтер. Я решила тоже не пропускать этот пункт, тем более у меня есть вот такой вот лавандово-розовый, который сюда впишется просто идеально. Наносим, как всегда, на те же места, растушевываем. И мне прям очень резко захотелось этот нанести хайлайтер во внутреннее веко, немножечко прям точечку только поставить. В общем-то, это все, что касается дрейпинга. Но если вы немножечко любите чересчур, как я, то можно вспомнить лихие 70-е, 80-е, взять еще раз вот этот вот оттенок и нанести его на виски. Это называется от Домодонни. Слушайте, а мне нравится. Еще хочу. Ну вот теперь это прям классический дрейпинг. Не знаю, я, по-моему, прониклась. Мне прям очень нравится. Ну что, у нас остались только губы, и для них, конечно же, я взяла максимально розовый блеск для губ. Вот Smashbox, который самопроявляющийся, как раз для моих потресканных губ, то, что нужно. Цвет начинает проявляться, а это означает, что с макияжем мы закончили. На этом все. Вот такой вот макияж у меня получился. Если вам понравилось это видео или было полезно, не забывайте поставить пальчик вверх. Внизу мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока! Если в двух словах, это всего лишь контурирование. А если в трех словах? Жопочка, ну не подслушивай, ты мне мешаешь.